Достигай Израиль и весь мир Добро пожаловать на передачу «Узнавая еврейского Иисуса, я в восторге». Сегодня мы отправимся в Африку, в город Акра, что в Гане. Туда меня пригласил местный пастырь и мой хороший друг, епископ Айгеносара, чтобы я послужил в его церкви. Епископ Айгеносара, пастыр Перес Чеппл Интернешнл. Их дом молитвы — это самый большой зал в стране. Акра — это прибрежный город, который возник как торговый порт в 16-м столетии. Сейчас это столица, в которой проживает 4,5 миллиона человек. Если перенести это на США, то он попал бы в десятку самых больших городов страны. Почти половина его населения — иммигранты из соседних африканских стран, которые бежали от бедности в надежде на лучшую жизнь в Акре. Но перенаселенность привела к проблемам с работой. Когда мы были там, то прошлись по городу и увидели большой разрыв в условиях жизни людей. Одни ходили в торговые центры и наслаждались отдыхом, в то время как другие жили в местах, которые больше походили на помойку. Там было так много мусора, что это напоминало пост-экалиптический фильм. У многих людей нет доступа к чистой воде. Они буквально жили в грязи и в мусоре. Это встряхнуло меня. Я верю, что это именно то место, в которое Бог желает прийти, чтобы пропитать его славным Евангелием и прекрасной любовью. Мы с епископом связались и составили план совместной работы, чтобы провести фестиваль спасения и исцеления в Гане. Я верю, что Бог высвободит свою любовь и исцеление там. В воскресенье я служил в церкви епископа Перес Чеппл и провел несколько служений. Люди с радостью принимали слова, которые Бог изливал своим духом. Сегодня я хочу поделиться чудесным посланием, которое Бог дал мне. Мы будем учиться доверять Божьему Духу, чтобы получить сверхъестественное откровение, мудрость и водительство. Я верю, что вы получите благословение. Давайте поприветствуем Равина Шнайдера громкими аплодисментами. Пожалуйста. Сегодня я хочу поговорить о важной части Ветхого Завета. Мы посмотрим на скинию, которую Господь открыл Моисею, когда тот находился на горе Синой. Каждая часть скинии, которую мы будем рассматривать сегодня, является прообразом, который указывает нам на то, «Как ходить сегодня с Богом». Это скиния. Пожалуйста, обратите свое внимание на то, что скиния была окружена четырьмя стенами, шкурами животных, и даже имела крышу. Внутри скинии не попадал свет. Там не было естественного света. Это была темная комната. Она была завешена шкурами животных и тканями. Если вы хотели, чтобы естественный свет освещал вас, вам нужно было выйти из скинии. Когда же вы заходили в скинию, то единственный свет, который вы могли видеть, это свет от золотой миноры. Стрелка указывает на золотую минору из исхода 25 главы. Обратите внимание, что у этой золотой миноры было семь подсвечников, семь источников света, семь огней. Что же это символизирует? Это символ Святого Духа. Семерка в Библии символизирует полноту или совершенство. Семь дней в неделю. В Откровении 1 главе мы читаем слова Господа. «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет и от семи духов». Это Откровение 1 глава. Семерка представляет полноту. «Благодать вам и мир от того, который есть». Откровение 1 глава 4 стих. «И от семи духов, находящихся перед престолом Его». Означает ли это, что там находятся семь разных духов? Семь — это число полноты и совершенства. Это Дух Святой. Как вы помните, Дух Святой писал семи церквям. Почему семи? Они представляли всю церковь. Люди из разных мест представлены в прообразе семи церквей. Первое, что мы замечаем, когда заходим в Скинию, — золотую минору, которая представляет Духа Святого. Сегодня в большей части мира люди делают особое ударение на Библию. И это правильно. Я не проповедую послания, которые не основываются на записанном Слове Божьем. Но проблема вот в чем. Когда люди делают ударение лишь на Библию, не делая ударение на Духе Святом, как я уже говорил, это минора представляют собою Духа Святого. «Семь огней представляют Духа Святого. Семь духов перед престолом». Господь сказал в Торе, в книге Исход, что эта золотая минора должна быть сделана из одного цельного куска золота, из которого должны отковать семь подсвечников. То есть это не были отдельные части, которые потом объединили. Это был один цельный кусок золота, из которого отковали эту минору семью ответвлениями. Это один кусок, который отковали так, чтобы получить семь ответвлений. Это один Дух, Дух Святой. Сегодня эта золотая минора является символом иудаизма. И когда мы входим в Скинию, то первое, что мы замечаем, так это минору, которая представляет кого, мы с вами уже узнали, Духа Святого. Многие люди в церкви, да и мы также, не настолько открыты Духу Святому, как должны. Вы знаете, что сейчас Дух Святой находится здесь. Он стучится в двери нашего сердца. Он говорит к нам во снах, если мы внимательны к ним. Он говорит к нам через разные обстоятельства, через людей. Он говорит к нам, когда мы открываем Библию. Дух Святой сейчас здесь. Вокруг нас происходят чудеса. Иисус сказал, имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Дух Святой здесь. Но знаете что? Часто мы не обращаем внимания на Него, упускаем Его. Мы не развили духовную чувствительность, чтобы различать голос или свидетельство Духа Святого. Вы согласны с этим? Я собираюсь поделиться чем-то важным сегодня. Дух Святой постоянно говорит к вам. Я повторю это еще раз. Если мы хотим иметь отношение с Богом, ходить с Ним, быть сводимыми Его Духом, то первое, на что мы должны обратить внимание, на золотую минору, которая представляет Духа Святого. Дух Святой всегда говорит с вами. К сожалению, многие из нас ищут чего-то зрелищного, и мы упускаем Его тихий голос. Мы знаем, что иногда Господь приходит в виде огня. Иногда. Он приходит зрелищным и драматичным. Но знаете, в большинстве случаев Дух Святой ведет нас и говорит к нам через тихое свидетельство, через тихое обращение Духа Святого. Библия говорит, помазание, которое вы получили от Него, истинно и не ложно. Послушайте, что я хочу сказать вам сейчас. Если вы делаете заметки, то запишите, пожалуйста. Это называется интуитивное слушание. Интуитивное слушание. Иногда мы не обращаем внимания на то, что Дух Святой пытается сказать нам через нашу интуицию. А знаете, что такое интуиция? Мы не обращаем внимания. Упускаем это. Когда вы начнете обращать внимание на свою интуицию, на то, что вы чувствуете, когда говорите, а когда и не говорите, что-то приходит к вам, и вы не знаете, стоит вам говорить это или нет, пожалуйста, слушайте свою интуицию. Дух Святой хочет, чтобы вы проверили свое сердце, или побуждает вас двигаться дальше. Часто я падал на лицо, потому что не практиковался в интуитивном слушании. Не обращал внимания на тихий голос свидетельства Духа Святого в своем сердце и в своей совести. Мы можем быть водимы Духом Святым, если мы будем обращать внимание. Мы не должны искать лишь чего-то зрелищного, но слушать и обращать внимание на простое свидетельство. Мы ощущаем, правильно это или нет. Но как часто мы продолжаем двигаться вперед, даже если это неправильно, потому что мы не обращаем внимания на свидетельство. Сколько из нас упускают возможности, которые нам дает Господь? Мы не движемся, не следуя нашему предназначению. Дух Святой свидетельствует нам, говоря, «Иди вперед!» А мы не идем. Вы слышите, что я говорю? «Отче, во имя Иешуа я высвобождаю обрезание Духа в сердцах, пусть они смогут обращать внимание, Иисус, на Твой шепот, на нежное побуждение Духа Святого». А вы согласны? Сейчас я высвобождаю над каждым, кто слышит меня сейчас. Не просто способность переживать зрелищное, но переживать сверхъестественное в тихом шепоте и свидетельстве Духа Святого. Это ветер, который тихо дует каждый день в нашей жизни. Пусть каждый из нас будет настроен на это движение Духа. Это позволит нам следовать нашему предназначению в Твоем избытке, Господь. Господь наш Иисус, потому что Ты сказал, «Тот, кто пребудет в Нем, принесет много плода». Господь Иисус, я прошу Тебя высвободить огонь, обрезание умов и сердец, чтобы мы могли слышать. Господи, я прошу Тебя открыть уши, чтобы через интуитивное слушание мы могли слышать. Помоги нам обращать внимание на наше сердце и ощущать водительство Твоего Духа. Я прошу, приди, о Дух Святой. Приди, Святой Утешитель, приди, и Святой Голубь, Божественный Огонь. Господи, Ты делаешь обрезание Своему народу, чтобы они могли слышать Твой голос. Господи, я прошу Тебя, направь Свой народ, приведи нас в больший мир. Дай нам больше покоя в разуме. очень я молюсь. Дай нам больше мира в сердце. Смой всякую тревогу. Смой всякую неуверенность, тревоги и страхи, чтобы мы могли слышать Твой голос, даже когда Ты шепчешь. Возлюбленные, я хочу поблагодарить вас за то, что вы продолжаете поддерживать передачу, узнавая еврейского Иисуса. Благодаря вам я могу нести Евангелие Божией любви и Царя Иисуса в такие места, как Акро. Я хочу поговорить о практическом применении концепции интуитивного слушания. Это сверхъестественная способность различать движение и голос Духа Святого в нашем сердце. Это не что-то внешнее. Это способность ощущать то, что Дух Господень делает внутри. Это движение Духа Божьего, который живет внутри нас. Оно ощущается как свидетельство нашему Духу или простая проверка. И тогда мы знаем, когда нам нужно двигаться вперед, а когда останавливаться. Мы знаем, когда нам говорить, а когда не говорить. Но для того, чтобы развить эту чувствительность и осознавать побуждение Духа, мы должны научиться успокаиваться перед Богом. Писание говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Мы должны успокоить свою душу, чтобы быть чувствительными к Духу Святому. А для этого нужна дисциплина. И вот почему я хочу посоветовать вам начинать ваш день с времени наедине с Богом. Не нужно вставать с постели и сразу же куда-то бежать. Поднимитесь и проведите время в покое перед Господом. Вы можете послушать тихую музыку поклонения, почитать Писание, поговорить с Богом в Духе. Когда вы успокоитесь перед Ним, вы сможете лучше слышать Его голос через внутреннее свидетельство вашего сердца. Это важно, и это приведет вас к глубоким отношениям с Царем Иешуа. Давайте расти в благодати все вместе. Да благословит вас Бог. Минора также представляет Откровение. Одно из самых известных мест Писания это когда Иисус сказал Петру, «За кого люди почитают Меня?» Петр ответил, «Одни за Иоанна Крестителя, другие же за Илью». Иисус сказал, «Петр, а ты за кого почитаешь Меня?» Тогда тот ответил, «Ты Христос, ты Мессия, ты Сын Бога Живого». И когда Он сказал это, Иисус ответил, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, существующий на небесах». Затем Иисус сказал, «И на этом камне Я создам Церковь Мою». Есть разные столкования о том, что это за камень, о котором говорил Иисус. Лично я считаю, что Он говорил о камне откровения. Иисус сказал, «Блажен ты, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, существующий на небесах и на этом камне. Я создам Церковь Мою». Библия говорит, «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Суть в том, что вы должны ожидать сверхъестественного откровения. Мы не просто верим в Бога, который был или который придет. Мы верим в Бога, который действует сейчас, и говорит сегодня. Но мы должны обращать внимание. И когда мы будем поступать так, то будем получать сверхъестественное откровение. И когда мы получаем это сверхъестественное откровение, оно не может быть забрано. Обращайте внимание на свои сны. В деяниях, во второй главе, когда Дух пришел, Петр сказал такие слова. Об этом пророчествовал пророк Иаиль. И будет в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа Моего на всякую плоть. А затем Петр рассказывает о том, какие будут результаты этого излияния Духа. Он говорит, юноши ваши будут видеть видение. Часто, когда мы думаем о видениях, то представляем себе что-то вроде того, что Иоанн пережил на острове Патмос. Но большинство видений намного проще. Большинство видений это простые картины, которые Господь помещает в наш разум. Но если вы не будете внимательны, вы упустите их. Господь открывает вам что-то. Большинство видений, которые получают Божьи люди, не такого масштаба, чтобы сбить их с ног. Это простые картины. Ваш разум как экран. Господь помещает картину в ваш разум. И обратите внимание, он открывает вам что-то. Петр говорил про излияние духа. Вы видите то, о чем пророчествовал Иоиль. Ваши юноши будут видеть сведения. Я помню, как много лет назад я думал о том, чтобы заняться одним бизнесом. Я сидел на диване и молился «Господи, а стоит ли мне браться за этот бизнес?» И внезапно в моем колене возникла картинка. Это была картинка колена. Знаете, как колено входит в сустав? Я вообще-то не доктор. И никогда не думал об этом. Я не изучал медицинскую литературу. Господь говорил мне, этот бизнес подходит для тебя так же, как колено и коленная чашечка. Если мы внимательны, Бог открывает нам те вещи в нашей жизни, в которых мы должны двигаться или предупреждает. Я помню, как много лет назад говорил о снах и откровениях. Я говорил о том, как Бог открывается нам сегодня. Петр сказал, «Дух был излит». Ваши юноши будут видеть видения. Это простые картины, которые Бог будет давать вам в разуме. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Что он имеет в виду под этим? Он говорит о ночном времени, когда вы спите. Дух Святой говорит к нам во сне по ночам. Но многие из нас не хотят, чтобы Он говорил с нами во сне по ночам, потому что мы невнимательны. Мы упускаем это. Я сразу же скажу вам, что большинство снов не от Бога. Некоторые из них плоды нашего разума, который обрабатывает события в нашей жизни. А некоторые сны приходят из мира тьмы. Я не хочу, чтобы вы думали, что если вам приснилось что-то, то это было от Бога. Но я хочу сказать вам, возлюбленные, Бог говорит к своим детям ночью, и мы должны быть внимательны. Некоторые внимательнее других. Но будьте внимательны. Возможно, он обратится к вам раз в год во сне, возможно, пять раз в году, или раз в месяц, все мы разные. Но вы должны понимать, что сны и видения даются всем. Это не особые дары для избранных, потому что сны и видения связаны с общением. Бог желает общаться со своими детьми. Откровение — это скала, с помощью которой созидается Божий народ. Я хочу сказать, чтобы вы успокоились, дабы услышать Его голос. Мы знаем, что Иисус часто уединялся и молился всю ночь. Он проводил время в горах. Я хочу, чтобы вы проводили это время наедине с Богом. Пусть это станет привычкой о вашей жизни. Посвятите себя Ему. Скажите, «Я буду проводить столько-то времени с тобой, мой Господь». Вы можете просто сидеть перед Ним, слушать прекрасную музыку поклонения, как это происходит сейчас, но ключ в том, чтобы развить покой и различать водительство Духа Святого. Находясь в месте покоя, вы сможете получить откровение, не упустите его. Библия говорит, что Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Иисуса называют князем мира. А когда Он высвободил Духа Святого, то сказал «Мир вам!» И для того, чтобы принять откровение, чтобы водиться внутренним свидетельством, мы должны развивать мир. Что нам нужно делать? Мы должны убедиться в том, что в нашей жизни есть это драгоценное время наедине с нашим Богом. Я хочу высвободить для вас новое измерение мира, мира нашего Господа. Сегодня хочу, чтобы вы приняли новую способность слышать Бога, ощущать Его водительство и быть водимым Духом Его, новую способность слышать, как Он говорит к вам в видениях, простых картинах в разуме, которые вы получаете, когда Он говорит к вам ночью во сне. Пусть Бог Отец Яхве, Бог Израиля благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь Лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать стайну Христову. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» достигает Израиль и весь мир. Возлюбленные, я хочу поблагодарить вас за то, что вы продолжаете поддерживать передачу «Узнавая еврейского Иисуса». Благодаря вам я могу нести Евангелие Божьей любви и Царя Иисуса в такие места, как Акро. Я хочу поговорить о практическом применении концепции интуитивного служения. Это сверхъестественная способность различать движение и голос Духа Святого в нашем сердце. Это не что-то внешнее. Это способность ощущать то, что Дух Господень делает внутри. Это движение Духа Божьего, который живет внутри нас. Оно ощущается как свидетельство нашему Духу или простая проверка. И тогда мы знаем, когда нам нужно двигаться вперед, а когда останавливаться. Мы знаем, когда нам говорить, а когда не говорить. Но для того, чтобы развить эту чувствительность и осознавать побуждение Духа, мы должны научиться успокаиваться перед Богом. Писание говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Мы должны успокоить свою душу, чтобы быть чувствительными к Духу Святому. А для этого нужна дисциплина. И вот почему я хочу посоветовать вам начинать ваш день с времени наедине с Богом. Не нужно вставать с постели и сразу же куда-то бежать. Поднимитесь и проведите время в покое перед Господом. Вы можете послушать тихую музыку поклонения, почитать Писание, поговорить с Богом в Духе. Когда вы успокоитесь перед Ним, вы сможете лучше слышать Его голос через внутреннее свидетельство вашего сердца. Давайте расти в благодати все вместе. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-78-35 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7-ки. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления одного эпизода.